Ну здорово, чё. Иди отсюда вообще, иди куда-нибудь. Я тебе в рот могу дать, чёрт, ничего не попутал. Иди отсюда. Иди отсюда, почему? Не простите, денег нет. Я не знаю, зачем он мерил женские вещи, но давайте. Еврей в этом году решил стать успешным бизнесменом. Он хочет открыть свой дом моды и продвигать в народ свой стиль. Ну и для начала ведь нужно с чего-то начинать. И он решил начать с малого и запустить свой бизнес с перепродажей одежды на авито. Евг, с вами. У меня тут новая наклеечка. Кто заметил, пишите в комментариях. Задача еврея, нашего героя на сегодня, всеми правдами и вообще любыми способами поднять бабла на перепродаже одежды. То есть закупить немножко шмота и продать его на авито там или на рынке. И вот получится это у него или нет. Он решил начать с похода на сельский рынок. Ну, чтобы оценить сбыт и выбрать актуальные направления для своих инвестиций. О, ребята, путь к успеху непрост. Вам на продажу или... На продажу, на продажу. Можете по одной, по два... Да, кто-то выглядит так, будто пришел не покупать, а просить деньги. На рынке оказалось просто немыслимо дорого. И поэтому этот вариант нам не подошел. Далее он отправился в секонд-хенд. Ведь там сегодня акция и одежда продается со скидками до 80%. Это так-то для секондов для некоторых. Обычное дело, там подобные мероприятия, наверное, каждый месяц проходят. Там и будет проведен закуп и последующая перепродажа вещей уже на авито. Когда покупаешь штаны с мамой на рынке, стоишь на картонке и ждешь, когда люди пройдут. Да, друзья, смотрите. Вот такие джинсы. Очень хорошие, очень удобные. Вот они стоят, смотрите, 955 рублей. Мы их покупаем со скидкой процентов 80, да? Сегодня 80. Да, сегодня... Давай еще раз. Давай. Вот, друзья, смотрите, вот такие удобные. 900 рублей. Они будут стоить тоже 200-250 рублей. Меньше почему-то. Ну, не важно. 180 рублей. 180, я же не бухгалтер. Вот такие майки берем. Энчендемус-то. Прямо на чем на меня. А? Посмотри. Слушай. А? Олимпус. Что-нибудь застегнулись? А? Только не застегивай. Да, буду ходить. Все берем. Берем и женские куртки, берем рубашки, и олимпусы, и штаны. Тоже закосарь почти. Считай, все, где-то рублей будут стоить. 100-150, 200 будет стоить где-то так, в среднем. В общем, там он перемерил, ну, практически все. Ну, ведь надо сначала испытать товар на себе, пощупать, хороша ли эта вещь, чтобы потом уже выпускать ее на рынок. Вот такие женские вещи. Цена 625, получается, будет стоить сколько? Тоже так же. Я не знаю, зачем он мерил женские вещи, но давайте просто не будем вдаваться в эти подробности и вырежем, опустим этот момент. Вообще, почему он решил податься в бизнес? Ну, блин, даже вот в такой вот. Ну, чтобы заработать денег, естественно. Если ты не какой-то крутой специалист в чем-то, то ты либо остаешься на нелюбимой работе, либо идешь вот так вот рисковать. У меня есть куча примеров знакомых, которые пашут на своей нелюбимой работе за копейки, постоянно ее ругают, но не уходят, потому что стабильность. Да, я раньше сам точно такой же был, работал продавцом консультанта в магазине и боялся это обменять на что-то другое. Но я говорил своим знакомым, тебе надо освоить новые навыки, иначе ты так и останешься на том же уровне. Надо учиться, правильно, но где? Например, сейчас в Geekbrains ты можешь получить новую профессию на факультете информационной безопасности. На мой взгляд, эта специальность сейчас очень актуальна и интересна, ну просто, ну как никогда. Мало того, что первые полгода обучения бесплатные, так еще и трудоустройство будет гарантировано после успешного окончания курса. Сможешь потом инженером по безопасности приложений стать, или специалистом по анализу защищенности, или даже официальным хакером-взломщиком для поиска уязвимостей. Это пентестер называется. Факультет отлично подает новичкам в IT и уже работающим специалистам. Geekbrains постоянно совершенствуются и отвечают актуальным требованиям рынка, а преподаватели – действующие специалисты крупных компаний. Обучение происходит в режиме онлайн. Всегда можно задавать вопросы и учиться на своих ошибках. Для тебя будет скидка 50% вообще на любые курсы. Ссылочка будет в описании. Там же ты сможешь найти у них еще кучу просто бесплатных вебинаров и интенсивов. Меняй свою жизнь в лучшую сторону. Продам джинсовую рубашку. Тысяча рублей. С учетом того, что он ее купил рублей где-то до 250, наценка весьма неплохая. Вообще на вид она была создана целая куча объявлений, ну вот в таком стиле. Даже штаны выставил вот эти за косарь, что по-моему дороговато. И даже вот эту куртку. Растегнутая ширинка, думаю, его не смутила, но походу она смутила всех покупателей. Потому что первые дни движения вообще никакого не было. Эксперимент под дичайшим провалом. Прошла уже практически неделя, но ни одной продажи еще не было. Пару раз вот только написали по вот этим вот штанам. За 500 отдашь, да? Извините, денег мало просто. Здравствуйте. На штаны денег нет. Как вы живете? Мне рабочих штаны надо уступить за 300. Вот тут как будто кто-то специально решил приколоться. И прям вот напрашивается шутка про 300. За 300? Ну прям очень дешево, считай даром. Могу на что-нибудь интересное обменять. Мда, наша ситуация может спасти только агрессивный маркетинг. Ну или хотя бы обмен на более актуальные вещи. Но персонаж вот, который пишет с акцентом, к сожалению, ничего не ответил. Ну а вот этот персонаж, который тоже, кстати, торгует шмотом, только с нормальными фотографиями, дешевле и, судя по всему, новыми, заинтересовался расстегнутой ширинкой. Точнее, ветровкой, которая выше. Здравствуйте, желаю приобрести ветровку. Почем отдадите? Здравствуйте, написана же цена. Новая? Что за вопросы тупые? Вы слепой, что ли? Написано ведь все в описании, цена и так далее. Держите себя в руках, я вам задаю нормальные вопросы. Я вам нормально и отвечаю. Написана вся инфа в описании. Первый раз на авито, что ли? Вы вообще понимаете, когда пишете? Смотреть сначала надо, а потом писать. Куртку брать будете? Скидка будет. Она теплая. Куртка моего брата. К нему девушка приходила в гости, ну и в порыве страсти у нее начались мессики. На куртке пятно есть, но его можно при желании отстирать. Я уступлю на 200 рублей. Что? Вы вообще в своем уме? В описании написано, что ветровка новая. Постирайте и будет как новая. Походу серьезная перепродажа вещей уже перерастает в тролли. Мне нурили, ну что за вопросы? Цена и все вообще написано в объявлении. После этой переписки еврей, кстати, решил попробовать агрессивный маркетинг на рынке. А за 10 джинсов за сколько? За 2,5, одна. Девушка, джинсы, да, вас интересует? Да, да. Такие же? Посмотрите, тоже джинсы есть. Вот есть точка соседей. За полторы тысячи такие я продаю сам. Вон там точка есть. А пока что-то такие же? Турция, хорошие, крепкие, нормальные джинсы. Тоже торгую я. Здесь по-соседски торгую. Просто, девушка, могу показать, дадишь, а за полторы. Ты за меня будешь платить там надо? Покажите. А что только, в чём причина? Я тоже торгую. А ты там себе торгуй, что здесь торгуй-то? Ну и что? Мне надо здесь торговать тоже. У вас тоже вещи, у меня тоже вещи такие же. Давай, иди отсюда, иди отсюда. Почему? Потому что здесь, а где жар, где... А что причина-то? А что причина-то? Я тоже торгую вещами. Причина, что мы здесь тоже торгуем-то? Такие же джинсы у меня есть. На месяц деньги платим здесь. Вещи отсюда. Пошли. Говори, что надо здесь. Это что, не получается? Этот метод оказался совсем неудачным, но зато появилась новая стратегия. Предлагать обмен вещей. То есть менять свои на более ликвидные, которые уже точно купят. Например, вот. Пиджак английский букстер. Три косаря. Вау, какой пиджак. Не продали? Еще не продано. Правда, английский? Английский. А документы есть? Вы в нем по-английски говорили? Ага-га. Не, ну серьезно, почему английский? Куплен был в Англии. Давайте меняться. Мне интересно. Пиджак понравился ваш очень. Тоже хочу по-английски говорить. Вот думаю, пиджак ваш купить, и мне это поможет. Если понравился, надо покупать. Ха-ха-ха-ха. Пиджак был куплен в Англии. Ну, а похож он как старое пальто. Ха-ха-ха. Интересно, если бы я его купил, я бы смог научиться говорить по-английски? Или нет? Или был похож на мафиозника в этом пиджаке? Продвес, походу, не выкупил юмора и на все отвечал серьезно. Да и вообще, блин, если пиджак куплен в Англии, ну, это же не делает его английский. Да и вообще, вы видели курс английского фунта к рублю? Я вот даже ради интереса поднапрягся и нашел этот пиджак точно такого же фасона в Англии. Он продавался рядом с твидовыми куртками для взлома. Фасон точно такой же, вот с таким же двойным карманом справа. Но его цена 560 фунтов стерлингов. В российских деревянных это 56 тысяч рублей. Вывод. Потасканный пиджак с Алика за три косаря, который выдается за хакинг-жакет. Но этот барыга продает его серьезным лицом и даже не срывается на оскорблении, в отличие вот от этого пассажира. Обмен неинтересен? На чё? У меня тоже вещи есть. Например, штаны моего деда, который на прошлой неделе от энуреза умер. Продать не могу. Возьмете? Я тебе в рот могу дать, чёрт! Ничего не попутал, где вас дрессируют таких петухов? Окей, ладно, парень совсем не настроен на обмен. И я его прекрасно понимаю, я тоже не люблю таких менял, они меня бесят. Но тем не менее, это всё было затеяно ради рофла, для того, чтобы позлить да повыводить. Но вот вам ещё один клиент. Здравствуйте, не продали куртку? Здравствуйте, ещё продаю. Дефектов нет, состояние какое? Есть один, небольшой. Вот такая дырочка на рукаве. Я не сразу её обнаружила. Когда куртка на человеке, её не видно. Будете брать, отдам со штанами. Сигареты, видать, прожгли. От костра. Предлагаю обмен на свои штаны. У них тоже есть небольшая дырочка на жопе. Я сам не ожидал такого, когда пёрнул сильно и прям по шву порвались. Но зашить можно. Будем обмениваться? Она прочитала. И больше не появлялась с того момента онлайн. Она, походу, после этого сообщения удалила нафиг это приложение. Кажется, это было слишком плоско пошучено, но весьма так неожиданно для продавщицы. Продают свои рваные вещи и не желают обмениваться. Ну, хотя бы честно сказали, что есть дырка в рукаве. Здравствуйте, куртку не продали? Здравствуйте, нет, не отдала ещё. Бесплатно отдаёте? Да, на БУ. В принципе, в нормальном состоянии. Мне мала. Предлагаю обмен. У меня ребёнок штаны обоссал, не могу продать. Давайте поменяемся. И чё, вы думаете, что она сейчас после этого начала крыть матом, там, заигнорила? Ага, ага, ага. Какие штаны? Фото скиньте. Сбоку пятно есть. Его особо не видно, но если присмотреться, то видно, что обоссано. Нравится? Ну, вот после этого-то она точно должна послать еврея куда подальше. Ага, да, да, должна. Нет, спасибо, не надо. У меня девочка 4 месяца, а вы за кожанкой приедете? Боже, эта женщина просто святая. Она верит в лучшее. Она знает, что честные люди-то существуют в мире. И вот этот вот человек реально хочет обоссанные штаны обменять. Вот у него вот сложная жизненная ситуация. И она как мать 4-месячного ребенка его прекрасно понимает. Но на обмен почему-то не идет. Что интересно? Кофты? У меня тоже там еще точка есть соседняя. Там подешевле торгую ее. Если интересно вам. Парень, что интересно? Рубашки смотришь? Я смотрю. Куртки? У меня тоже подешевле. От 500 рублей рубашки, а тысячи куртки есть. Если что, там соседняя лавка. Ты что так говоришь? А, опять я. Я ищу себе клиентов. Я ищу себе клиентов. Подешевле. А 500 рублей рубашки стоит? А тысячи? А, здесь такой ченю. Сериалы? Да. Соседняя лавка у меня там есть. А нет, такой чередец. Хорошее качество у меня. Дай торговаться, а на елки. А что такое? В чем причина? Я тоже работаю, как и вы. А что, иди там торгую. Пошли со мной, пойдем. Давай, давай, здесь поддавали. А сколько у вас стоит торгая рубашки? Сколько у вас? Дорогие, наверное. За тысячу. За тысячу? А у меня дешевле будет 500-800. Да он врет, не обрет, не обрет. Давай, 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 иди отсюда, а. Куда? Иди отсюда вообще. Иди куда-нибудь. Почему-то у него не прет, даже не знаю почему, да. Никто так ничего и не купил до сих пор. Поэтому снова придется писать другим продавцам. Здравствуйте, не продали еще куртку? Нет. Сколько куртки лет и какие могут быть неожиданности? Куртке 8 лет. Я сидел из них 7. Одеты они больше 10 раз. С неожиданностью нет. В тюрьме сидели? А почему продаете, раз хорошая куртка? У меня рост 185, а куртка брата была. Куртке 8 лет, а сидел из них 7. Ты в куртке сидел? Или она на воле была? Или куртка сидела с тобой, пока ты ее там не вышел и не получил? Кто сидел, напишите, как там вообще с вещами дела обстоят? Если есть желание, приезжайте, смотрите, сами все увидите. Обмен не интересует? У меня есть футболки, штаны, куртки тоже. Сейчас гляну. Что-то ничего мне по душе не пришлось. Ну ладно тогда, удачи. Я пошел продавать вживую, я продавал в интернете, у меня ничего не получилось. То ли я дурак, то ли это не мое. Какой вообще вывод с этого? Куча шмота, купольного, благо что за копейки, но не проданные по истечению примерно где-то двух месяцев. Потраченные нервы продавца на рынке и порушенные ожидания матери четырехмесячного ребенка. Она так хотела продать свою кожанку. Пробуйте пойти к успеху. Получится у вас или не получится у вас. Это как бы все индивидуально. Может кто знает из вас, дайте совет, пишите в комментариях. Прямо сейчас мы с Жекой будем там сидеть и ваши комментарии читать. Ребята, надеюсь вам этот ролик понравился. Подписывайтесь на мой инстаграм. На инстаграм еврея. Если ты улыбнулся хоть раз, то я жду твой лайк просто по-любому. Ну и конечно никогда не попадайтесь на уловки мошенников. Увидимся в будущем. Ребята, кстати, по поводу конкурса на Xbox. Кто следил за этим? Вообще спасибо всем, кто участвовал. Запись стрима ты можешь посмотреть у меня в инстаграме. С победителями я связался, он мне ответил. Мы с ним списались в ВКонтакте и он выбрал денежный приз. Так что такие дела. Спасибо всем, кто участвовал. Ждите новых конкурсов. Впереди конкурс для спонсоров канала. Давайте.